Всем привет! С вами Сергей Ульянов, и я рад вас приветствовать на своем канале. Если вы хотите узнать о новых проектах и кастингах, которые помогут продвинуть вашу музыку в 2020 году, продолжайте смотреть это видео. Как музыканту и self-made-артисту, человеку, который сам занимается своим продвижением, мне всегда интересно узнать о том, какие на сегодняшний день есть новые возможности заявить о своей музыке. И я столкнулся с такой проблемой, что найти такие проекты становится все сложнее и сложнее. Порой ты думаешь о том, что ага, ну вроде бы должен был сейчас запускаться новый сезон X-Factor, переходишь на сайт и понимаешь, что набор уже окончен, а ты даже не успел подать заявку. Я думаю, что те, кто смотрит это видео, хорошо понимают, о чем я говорю. Забегая вперед, скажу, что этот выпуск не только о кастингах, он еще и о в онлайн-сервисах, которые на достаточно лояльных условиях помогают продвигать твою музыку без подключения какого-либо бюджета. Я думаю, что это будет очень важно. Когда-то давным-давно появился впервые контакт, YouTube и TikTok. Сейчас появляются все новые и новые сервисы, о которых вы не знаете, и, возможно, благодаря этому видео сможете одними из первых там зарегистрироваться. Что ж, начнем. Первый проект, о котором я хочу рассказать, и он же самый свежий, это приложение X-Factor. Это приложение для музыкантов, да в общем-то и не только для музыкантов, для танцоров, для художников. В общем, если вы обладаете каким-либо талантом, это приложение для вас. Как это работает? Вы заливаете видео с демонстрацией вашего таланта в приложение и выделяете в нем главные 30 секунд, которые увидят все остальные пользователи этого приложения. И, переходя во вкладку Casting, вы сможете увидеть всех остальных участников этого шоу. Приложение действует по принципу Тиндера, то есть вы листаете влево то, что вам не понравилось, и листаете вправо то, что вам понравилось. Таким образом, видео, получившее большее количество лайков, выходит в топ этого приложения. Насколько я понял, раз в какое-то количество дней топ 20 человек, которые набрали большее количество лайков, обнуляется. Тот человек, который был на верхушке, переходит в полуфинал, и все запускается заново. Таким образом, наибольшее количество может перейти в полуфинал. Насколько я понял, организаторы обещают огромный онлайн-концерт, кучу плюшек, супер-призы. Я думаю, что вы сможете прочитать об этом в описании к приложению. Ссылку я размещу в описании. Это, кстати говоря, не реклама. Все, о чем я буду говорить, это все не реклама. Это все, где я зарегистрировался сам, что я посмотрел, и что, на мой взгляд, заслуживает внимания, не является разводом. Следующий проект, о котором я хочу рассказать, это более знакомый для всех бренд. Опять-таки, у него в названии есть слово «фактор». Это «X-фактор Беларусь». Беларусь приобрела франшизу на этот проект и проводит кастинги. Кастинги проходят как в разных городах, так и свою заявку можно сбросить на аккаунт в Вайбере. На сегодняшний день кастинг приостановлен, но, как пишут организаторы в своих соцсетях, он обязательно возобновится. Пока нет сроков, но я думаю, что всем понятно, почему это происходит. Мы ждем развития событий, но это как раз говорит о том, что вы еще можете действительно приехать на этот кастинг или сбросить свою заявку в Вайбер-аккаунт и попытать свою удачу. Ни для кого не секрет, что такое «X-фактор». И я думаю, что Беларусь, как регион, который будет проводить это шоу впервые, обязательно захочет сделать это шоу самым ярким проектом за последние годы. Поэтому вы можете попробовать поучаствовать в нем. Следите за обновлениями проекта. Я думаю, что вам обязательно должно будет зайти. Следующий проект, о котором я хочу рассказать, это музыкастинга. Это проект, который организует ВК вместе с новым радио. Это уже третий сезон. Проект уже отбабахал два сезона. Участники шоу, как обещают организаторы, получают возможность записи песни, продвижения песни, выпуск ее на лейбле «Жара-мьюзик», последствия выступления на фестивале «Жара» и даже выступления на ВК-фесте. Что необходимо для участия в этом конкурсе? Вы переходите на сайт, я также оставлю ссылку в описании, и оставляете свою заявку, прикрепляете несколько композиций, информацию о себе достаточно коротко и отправляете ее на выбор жюри. Могу дать несколько рекомендаций сразу от себя. Посмотрите, какой материал выбирался в прошлых сезонах. В основном это такой хип-хопчик, дип-хаус, опять-таки с хип-хопом. И поэтому, насколько я вижу, у проекта есть свой определенный формат и выбираются туда далеко не все. Проанализируйте, подходит ли туда ваша музыка. Хотя, кто знает, вдруг ты станешь тем самым исключением на проекте, который будет выделяться на фоне всех остальных, с другой музыкой, с другим посылом, с другим внешним видом. Кто знает, попробуйте, и я желаю вам удачи. Еще один онлайн-проект, который проходит сейчас в сети, он называется «Пой в душе» или «Пой в душе», я не совсем понял. Организация этого конкурса занимается продюсерский центр Михаила Гуцериева. И, несмотря на то, что многие из вас не слышали это имя, вы можете погуглить. Здесь достаточно серьезный человек, что дает основания полагать, что конкурс будет тоже интересным для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. Нужно зайти на сайт проекта, я его опять-таки оставлю внизу в подписи, заполнить анкету, прикрепить туда два своих видео. Это должна быть кавер-версия какой-то современной композиции, а второе – любое ваше творчество. Проект должен был стартовать еще в мае, но пока все еще продолжается прием заявок. На сегодняшний день он длится до 30 июня, и у меня есть все основания полагать, что он будет продлен. Каким образом будут проходить следующие туры и будет ли прослушивание вживую и так далее и тому подобное – неизвестно. И, в общем-то, вы ничем не рискуете, вы можете отправить свою заявку на этот конкурс, если у вас есть видео, если у вас его нет, вы можете его снять, ну и посмотреть, что будет дальше. Ну а теперь один из тех проектов, который не является кастингом, это скорее новые сервисы, на которых вы можете продвигать свою музыку. И один из таких сервисов – это Яндекс.Эфир. Наверняка вы еще не слышали об этом, хотя он уже активно начинает свое продвижение и делает эксклюзивные проекты, которые выходят только на Яндекс.Эфире. По факту это аналог Ютюба, но организованный в системе Яндекс. Пока у этого ресурса нет своего приложения, вы можете зайти в Эфир через приложение Яндекс. Ну, либо просто набрав в поиске Яндекс.Эфир. Многие блогеры дублируют там свои подкасты, и я думаю, что это видео я также залью на Яндекс.Эфир. Ну, хочу рассказать вам, чем это хорошо. Во-первых, я думаю, что вы понимаете, что сегодня все Титаны строят вокруг своих брендов экосистемы. Что это значит? Грубо говоря, покупая телефон Apple, вы устанавливаете iCloud, покупаете к нему умную колонку HomePod, которая будет взаимодействовать только с Siri. Туда же ноутбук, планшет, часы и многое-многое-многое другое. Точно так же и Яндекс. Я думаю, что вы все прекрасно пользуетесь Яндекс.Такси, пользуетесь Яндекс.Музыкой, пользуетесь поиском, пользуетесь Яндекс.Картами, пользуетесь другими сервисами Яндекса. Почему я делаю на это акцент? Поясню коротко. YouTube является системой поиска Google, и когда вы пользуетесь поиском Google, какой запрос вы бы не вбили в поиск? Кроме ссылок в выпадающем меню, вы будете видеть еще и видосы. Но откуда эти будут видосы в основном? Правильно, из YouTube. Точно так же и Яндекс. И поэтому часть аудитории, которая пользуется Яндексом, вбивая свой запрос, будет получать видосы, в первую очередь, из Яндекс.Эфира. Поэтому, если вы блогер или если вы музыкант, который хочет загрузить свое видео, свою песню в видеоформате еще на одну площадку, это ваш шанс стать более заметным в поисковой выдаче для тех, кто будет искать вашу музыку. Но здесь главное не ошибиться с названием. Я думаю, что вы уже в курсе, что правильные теги, правильное название видео поможет вам сделать так, чтобы вашу музыку нашли. Если вы сейчас остановили видео и уже пробуете найти Яндекс.Эфир и как в нем зарегистрироваться, я вам хочу сказать о том, что это достаточно сложно. И сейчас совсем недавно регистрация там была закрыта, и ее можно было только попросить через администраторов. Но вот совсем-совсем недавно она стала открытой для всех пользователей интернета. Но найти эту ссылку достаточно непросто, поэтому я оставлю ее в описании. И еще один сервис, о котором я хочу рассказать. Он также является экосистемой Яндекс. Это Яндекс.Аура. Об этом слышали, я думаю, еще меньше, потому что совсем недавно эта соцсеть была закрыта для многих, и доступ к ней производился только по инвайтам. Я скажу честно, достаточно много усилий потратил на то, чтобы получить этот инвайт. Но на сегодняшний день здесь уже может зарегистрироваться каждый. Как работает Яндекс.Аура? По факту, это новая социальная сеть, которая тоже работает по принципу Тиндера. Вы листаете новые посты влево или вправо. Но какие особенности у этой соцсети? Она не показывает лайки. Вы можете только почитать комментарии. Также основной упор, о чем говорит Яндекс, то, что ваши посты увидят не ваши подписчики и друзья, а абсолютно новые люди. Таким образом, вы сможете расширить свой круг общения и увеличить свою аудиторию. Яндекс хвастается о том, что умный искусственный интеллект поможет в продвижении этой концепции. Посмотрите, я оставлю ссылку в описании. Потестите, если у вашего музыкального проекта нет еще сообщества в этой новой соцсети. Я думаю, самое время там зарегистрировать его, хотя бы застолбить за собой хэштеги и все прочее. Потому что, кто знает, вдруг через какое-то время вы проснетесь, а оказывается, что тренды уже в Яндекс.Ауре и ТикТок не так актуален. Но кто знает, вдруг так получится. И еще один проект, о котором я хочу поговорить. Это, опять-таки, не является кастингом, но тем, кто пытается уловить новые возможности, продвинуть свою музыку, это будет очень классный инсайт. Все уже давным-давно знают ТикТок. Несмотря на то, что большинство моих знакомых до сих пор еще его не установило. И многие музыканты чураят с этого приложения, в то время как другие уже заработали там миллионную аудиторию контракты и продвинули свою музыку в тренды. Но я хочу сказать, что существует еще одно приложение. Я думаю, что если для вас ТикТок еще какая-то эфемерная история, то о приложении лайк или лайки. И даже не знаю, как будет правильнее. Пояс говорит, что лайк, но пишется оно как лайки. Я думаю, что вы вообще не слышали. Если вы слышали, можете спокойно пропускать часть. Но я расскажу для тех, кто не в курсе. Когда я поюзал приложение лайк, я понял, что оно в большей степени ориентировано на аудиторию младше, чем те, кто сидят в ТикТоке. Вы скажете, в ТикТоке и так одни дети. Но на самом деле вы не правы. Аудитория ТикТока стремительно растет. И там уже достаточно много очень взрослых людей. И контент, соответственно, можно найти на абсолютно разную возрастную категорию. А вот в приложении лайки вы увидите там очень много подростков и даже детей. Простите меня, если кто-то из детей смотрит это видео. Я не хочу вас обидеть этим словом. Сам в детстве его ненавидел. Ну, в общем, ребят младшего возраста. И я думаю, что если вы хотите получить новую аудиторию в соцсети, которая еще не так сильно примелькалась, как ТикТок, но в которой также огромное количество аудиторий, но про которые так часто не говорят, лайк это ваше место. Суть, в общем-то, та же самая. Разные видосы, интересные концепции, полезный контент, неполезный контент, смешной контент, разный. Но вы там можете точно так же продвигать свою музыку среди аудиторий, которая, на мой взгляд, достаточно юная. Если это не поколение Z, я уже не знаю, как она называется. Я желаю вам удачи, попробуйте свои силы. Самое время начать продвигать свою музыку в новом сезоне, во второй половине 2020 года. Я хорошо понимаю, как сложно найти реально стоящую информацию в сети, и мне совершенно не жалко ей делиться. Музыкантам не приходится рассчитывать на поддержку продюсеров. Все self-made, все сами. Хочу пожелать, чтобы вы не переживали о том, получится у вас или нет. Просто пробуйте, никакой опыт не будет лишним. Главное, ваше отношение. Воспринимайте любое участие в любом конкурсе как свидание, как собеседование. Если вас не выбрали, я уверен, что это совсем не значит, что ваше творчество не заслуживает внимания. Просто в данных обстоятельствах вы не пришлись друг к другу к месту. И если вас виновало эта возможность, скорее всего, она бы вам бы и не подошла. Это вот по своему 32-летнему опыту я могу точно сказать. Возможно, я сегодня кому-то из вас открыл какие-то новые грани интернета. Пожалуйста, напишите в комментариях, может быть, я что-то забыл. Может быть, вы знаете еще какие-то проекты, благодаря которым музыканты могут заявить о себе. Мы друг другу не конкуренты. И я уверен, что для каждого толкового, стоящего музыканта, который делает крутую музыку, всегда найдется место на музыкальном олимпе. Сейчас очень много ниш, и каждый музыкант может быть популярен в своей нише. Я надеюсь, что этот контент поможет вам. Пробуйте. Я уверен, что все у нас получится. Я буду продолжать свой музыкальный MBA. И если у вас есть другие вопросы, ответы, на которые вы не можете найти, задавайте их в комментариях. С радостью буду вам отвечать. Я всегда открыт для коммуникации. Если вам понравилось это видео, если оно вам помогло, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Здесь будет еще много интересного. Мне, правда, есть чем с вами поделиться. Спасибо за просмотр. С вами был Сергей Ульянов. С вами был Игорь Негода.